Все хорошо, съемка пошла, и я вас приветствую, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики Дзен-канала про Аквариум. Друзья, небольшая метраморфоза, я переместился в завтрашний день, и сразу хочу вам сказать, что изначально этот видос должен был быть снят только для Дзен-канала. Ну, потому что я посчитал, что большой моей аудитории YouTube-канала, он будет не совсем интересен. Но в процессе съемки, и учитывая тот факт, сколько всего тут произошло, всякого разного интересного, вступление будет немножко затянутым, но вы посмотрите, потому что много рассказываю про этот аквариум. Но помимо этого произошло много разных интересных событий, и я считаю, что и зрителям моего YouTube-канала это видео будет интересно. Возвращаемся опять во вчерашний день, и желаю вам хорошего просмотра. Погнали. Тестирую, друзья, новый формат. Новый формат – это блоги, блоговое видео. Когда-то он у меня был на YouTube-канале давным-давно, но там блоги были такие насыщенные, там про клубы Равана у нас много было с цихлидами видосов. Здесь же суть в чем? Суть в том, что я буду просто показывать вам какую-то свою аквариумную жизнь без единой какой-то тематики, где будут какие-то события. Они не очень подходят для отдельных видео, но вот по чуть-чуть в блоге показывать я их буду. То есть собирать эти события, которые, может быть, будут несколько дней происходить, не обязательно в один день. Допустим, завтра я буду новую рыбку сюда покупать. Вернее, приедет ко мне новая рыбка для 140-литровика. Мы в этом видео вместе с вами ее сюда запустим. Это одно из того, что вы сегодня увидите. Также расскажу вам про изменения в стоечке. Давайте ее лучше внимательно смотреть, чем меня. Как вы знаете, подсветка здесь есть. Да, сейчас я ее синенькой включил. Сейчас можно ее поменять на что-то более такое. Вот сейчас она вот такая зелененькая. Пусть вот такой зелененькой и останется. Это самое минимальное, что она может. Можно ее и поярче сделать. Но вы знаете, когда ярко, на самую большую яркость ее ставишь, она на камере начинает немножко выглядеть, сильно бросается в глаза, скажем так. Хотя вот глазами на нее смотришь, все это не так ярко и не так вычурно, скажем. Вы там писали колхоз, зачем ты ее там сюда повесил, вообще она нафиг не нужна. Ну, ребят, она может включаться, может отключаться. То есть включил, есть подсветка, выключил, нет подсветки. То есть всегда есть какие-то варианты. Так, что касается моих аквариумов и самой стойки. Во-первых, по стойке, ребята, были изменения, они уже были давно. Мы усилили дополнительным брусом, средним, как вы видите. Раньше здесь только на этих двух брусах полочка стояла. Как это, так и это. Там тоже есть такой брус, если заглянуть. Вот он, видите, вот он тоже там есть. Решили все-таки усилить. Мало ли что, на всякий случай лишним не будет. Это первое такое крупное изменение. Ну, в принципе, таких вот больше изменений по ней сказать нельзя. Изменения больше касаются подмен, которые я сейчас сделаю, но об этом чуть позже. Креветочник, дорогие друзья, еще не запущен. Он ждет своего часа уже, наверное, месяц, как вот так вот стоит с оборудованием. Уже есть на него оборудование куплено, светильничек. Вернее, не куплено, оно у него было. Здесь будет аквариум, вернее, для креветок коридин. Коридины у нас, вы знаете, требуют осмоса с реминилизацией ГАШ, с нулевым кашем. Но обо всем этом я расскажу, конечно же, в самом запуске. Сейчас останавливаться так вот подробно не о чем тут особо. Единственное, что видите, вот здесь лежит подложка. Он хотя и стоит на такой, скажем, пластиковой подставке, аквариум, ему в целом подложка вообще здесь не нужна. Но у меня здесь древесина не ламинированная, то есть обычная древесина, и даже вот пустой, он в нее врезается. То есть вот этот пластик, вот здесь можно сдвинуть, а вот с той стороны уже его фиксдвинешь. Поэтому, когда он водой еще наполнится, и грунт там ляжет, и декор там, и так далее, он станет еще тяжелее, да, фильтр какую-то тяжесть свою тоже получит, то аквариум непременно, я думаю, врежется в деревяшку. Поэтому, чтобы этого не происходило, я все-таки под него сделаю вот эту подложку под ламинат, которую я обычно и стелю, да, под свои аквариумы. Она у меня и здесь подстелена под 140-калитровиком, и также под затерянным лесом. Почему не запущен аквариум до сих пор? Ребят, все просто, нет растений. До сих пор я никак не могу их купить. Вроде бы сейчас договорился, вот завтра с рыбкой едут буцефаландры. А на самом деле я заказал уже еще до Нового года сюда растения у Ильи Филатова. У него отличные буцефаландры, крипты, хотел пару крипт сюда посадить, 140-литровик. Они не приехали. У нас январь, вы знаете, был довольно-таки морозный. Ну и тем более праздники были. Мы ждали, когда почта заработает более-менее нормально, без всяких там уходов на праздники, чтобы посылка шла без остановок. Дождались, праздники закончились, дождались оттепели. Илья отправил посылку. Она была в термобоксе, все как положено. Но, увы, на следующий день опять ударили морозы. Посылка шла 5 дней. Пришли, ребят, растения. Я хотел вам показать, в каком виде они пришли, но не буду. Это просто сопли. Знаете, такие растения в виде соплей. То есть растения все по померзли. В общем, не доехали. Ну а теперь перейдем непосредственно к 140-литровику. Ну, да, вот так вот он выглядит. И главная здесь, основная проблема, ребят, как вы видите, грунт покрыт такой коричневатый, ну, приобрел, скажем так, коричневатый такой оттеночек. Это диатома. Да, проблема сейчас здесь огромная с диатомой. Раньше я, когда она у нас только-только появилась, спокойно к этому отнесся, потому что диатома, в принципе, это нормальное явление при запуске аквариумов. Она у меня была и здесь, в затерянном лесе, но там она где-то в течение месяца прошла. Здесь же аквариума уже почти два месяца. А, как вы видите, диатомка еще присутствует. Она, кстати говоря, начала уже уходить. Это вы видите уже ее прохождение, то есть уход ее из, скажем так, аквариума. Как я этого добиваюсь, сейчас расскажу. Так вот, откуда она вообще появляется-то, да, диатома? Что это ей вдруг так тут хорошо стало житься? Проблема в том, что в воде в моей водопроводной аквариума полностью был запущен на водопроводе много силикатов, дорогие друзья. И силикаты, они способствуют развитию этой диатомы. Частые подмены, которые часто очень спасают от многих видов водорослей, в данном случае не работают. То есть если я убираю водопровод и наливаю туда свежий водопровод, доношу туда свежих силикатов, диатома мне говорит спасибо и начинает развиваться еще более бурно. Спустя месяц я понял, что пора бить тревогу, потому что, как вы видите, старые листья растений, а это именно старые, вот эхинодолрусы, вот эти вот старые листики, старые листики лимонника, намофила, черри, да, они все покрыты диатомой, и они от этого стали, друзья, у меня портиться и пропадать. И тут я забил тревогу, ой-ой-ой, надо что-то делать, надо аквариум спасать. Диатома могла бы пройти сама по себе, если бы растения тронулись бы в рост, дружненько так, да, все вместе сказали, хоба, нам все нравится, мы начинаем расти. Все силикаты бы выедались или уходили, и, соответственно, все было бы более-менее ровно с этим аквариумом. Но очень долго идет процесс привыкания к такой воде, и, соответственно, чтобы нам побыстрее избавиться от диатомы, я стал сюда добавлять осмоса, понижая тем самым и кислотность, и растворяя немножечко силикаты, то есть добавляя их сюда в меньшем количестве. Уже где-то подмен, ну, наверное, 6, а может быть и больше, ну, где-то около 6 точно подмен я сделал с осмосом. Я не лью, конечно, не 50 на 50, значит, первую подмену я вообще сделал только 5 литров осмоса и 25 водопровода, потом еще 5 подмен, да, где-то 5 уже подмен, я сделал 20 литров водопровода и 10 литров осмоса. Аквариум отреагировал, диатомы стало проходить, растения немножечко тоже воспряли, особенно это касается папоротника Винделова. Винделов вообще не любит такую щелочную жесткую воду, жесткую, может быть, ему все равно, а вот щелочь он не очень-то воспринимает. Он стал хереть прямо на глазах, но сейчас немножечко вроде как воспрял. А вот, кстати, папоротнику, который тайландский, вот они его листики, вы видите, вообще по барабану, он напускал, вот они, корешочки, да, видите, вот они, корешочки от листа, он так размножается, прямо от листа начинает отпускать корни, и новые мутовки у него полезны. Также это вот на вот том большом папоротнике это стало происходить, который у меня там под задней стеночкой сидит. То есть тайландскому, в принципе, эта вода нравится. Помимо этого, хорошо себя чувствует карликовый лимонник. Очень нравится мне это растение, посмотрите, как он классно смотрится, особенно, когда его вот так вот много. Для среднего плана это вот одно, на мой взгляд, из лучших растений, которое я вообще встречал. Он там вот тоже, вон там, тоже еще, видите, растет. В общем, аквариум зреет, и я вам говорил, друзья, что концепт этого аквариума – простой рыбник, не травник. Трава здесь нужна. Ну, во-первых, любой аквариум, на мой взгляд, должен содержать живые растения, потому что это естественный биофильтр, и с растениями любой аквариум у вас будет смотреться всегда выигрышно и классно. В целом, аквариум по рыбе, если мы берем, все прекрасно, рыбка себя чувствует нормально, никто не выпал. А, нет, единственный, один корик у меня сказал гудбай и покинул наш мир. Три корика остались у меня, и сюда еще приедут две рыбки в дополнение к этим. То есть это не взамен кому-то, а в дополнение к этим рыбкам. Меченосцы. Два меченосца у меня живут, как знаете, это разведчики, которые самые первые здесь поселились. Пока их не убирают. Пусть здесь стабилизируется еще вот эта биологическая среда. У меченосцев дело в том, что, как мы знаем, очень такие жирные, насыщенные какашки, как раз которые очень любят бактерии, которые очень хорошо питают наши растения, поживут еще какое-то время, но уйдут. Все равно я их отсюда уберу. Тем более, там одна меченосца, у меня тут родила малька, не знаю, увидим мы его сейчас или нет, пока я его что-то не вижу, бывает прячется где-то. На конге, тетра-конга, вы видите, как она окрасилась, она стала ярче, она подрастает потихонечку. Тетра-пальмери королевская, тоже очень яркая рыбка, очень красивая, очень им не нравится, они тут между собой иногда устраивают битвы, разборки. Самая активная, короче говоря, рыбка, которая в этом аквариуме сейчас живет. Ну, в Малинезе вот она плавает. В общем-то, в целом, аквариум проходит все этапы запуска, ничего страшного в том, что я вам рассказал, я считаю, абсолютно нет. Буду продолжать делать подмены с осмосом, постепенно этими подменами. Я доведу воду до параметров. Сейчас, конечно, она разбавляется еще пока, то есть я подменами части осмоса убираю и опять его довношу. То есть это такой процесс, который требует много подмен. Помните, когда ко мне приезжали растения для запуска 140-литровика, там были вот эти хинодоросы в барте. Я решил один сохранить. Я его просто кинул в воду, и вот он у меня уже с месяцок просто так плавает. Смотрите, какие красивые листья. Давайте по цветам его покажу. Это вот уже свеженькие листья он напускал. Не посаженные абсолютно никуда. Вот напускал корешков свежих. Торопки меня покусывают слегка. В общем, я его решил сохранить. Может быть, я поставлю сюда с ним горшочек, и пусть он себе растет. Завтра мы с вами съездим за рыбкой, запустим ее в 140-литровик. Что это будет за рыбка и почему она здесь окажется, обо всем расскажу завтра. Для меня это пройдет чуть меньше суток. Для вас одно мгновение. Погнали. Ну что, друзья, это следующий день. Я потихонечку еду. За рыбкой, за растениями. Сейчас еду на авторынок. Там забираю рыбку и растения из Белгорода. А потом немножко в другую часть города поеду за растючкой для 140-литровик, которую я давно уже туда думал посадить. Да, у нас тут немножко оттепель. Такая у нас сейчас погодка. Сыровато, но при этом не холодно. Ладно, сейчас еду на рыночек. Там тогда увидимся, когда посылку заберу. И буду вам подснимать все свои движения. Так, приехал я на автовокзал. В предыдущем кадре я сказал, что это авторынок. Но нет, автовокзал, ребят. Что-то я их путаю все время, да? Сколько всего здесь было уже забрано. Сейчас ждем автобус из Белгорода. Может быть, он уже подъехал. И забираем нашу рыбку. Так, друзья, жду автобус. Что интересно, сейчас он должен подъехать уже по времени. А забираю посылку. Я не один. Но на перроне, на этом встречающем, да, вот там сзади, видите, автобусы стоят. Наш автовокзал. А здесь вот место, где приезжают автобусы. Ну, высаживают пассажиров. Ну, пока я один. Хотя, там кто-то еще должен быть. Ну что, друзья, все прошло успешно. Оказалось, что автобус просто не заехал на перрон, как обычно это делает, а просто высадил людей перед автовокзалом. И там, ребята, его и встретили. Вот они, растения. Друзья, очень шикарно. Пока я вижу, как они выглядят. Сейчас бы главное ничего тут не поморозить. Особенно рыбу, потому что рыба пришла... Ну, она пришла в термобоксе, но отдали мне ее, ребят, в пакетике. Вот так он выглядит. Рыбка... Я включил обогрев сидения, на всякий случай. Наверное, надо будет его на двоечку, чтобы не сильно оно... Так, ну, короче, еду сейчас в другое место нашего города. За растюхой забираю ее и быстренько еду домой, чтобы у меня рыба не померзла. В общем, надо как-то все это стремительно все проделать. Рыбка и так уже проделала большой путь. Еще со мной покатается немножко. Ну, такова ее судьба, если поделаешь. Еду дальше. Так, друзья, заехал за растениями и Юлия, хозяйка этого аквариума, разрешила даже подснять ее аквариум. Такой у нее интересный аквариум. А сколько он литров? На 100 литров, наверное. 100-120. 100-120. Он такой больше на кубик похож, если мы его так вот весь посмотрим. В общем, я приехал за криптокариной Нуре. Смотрите, какие симпатичные у нее кустики есть. Она немножечко такая, ну, можно сказать, подросточек. И обратите внимание, какая спиральная валиснерия. То есть, она вот здесь в уголку сидит. И она такая вот, Юлия утверждает, что она больше у нее не вырастает, то есть, длиннее. И называют ее спиральная мини. Я немножко первый раз такое слышу название. Ну, надеюсь, что просто ей немножечко тут не хватает просто света. Из-за этого она не вырастает высокой. Возьмем несколько кустиков, посадим и посмотрим, как она у меня будет себя чувствовать. Ну, а так вот аквариум, смотрите, какой интересный. Тут и меченосцы, и гуппи плавают. Коряжка такая вот, смотрите, интересная, тоже фактурная какая. И там в этой коряжке еще ансеструсы маленькие, малечки. Недавно у Юлии родились в другом аквариуме. Она их пока сюда подселила. Вот такая вот вам вставочка небольшая. Сейчас надергаем быстренько растений и еду к себе домой дальше заниматься. Так, друзья, ну и еще один интересный контент. Юля разрешила снять свой 240-литровый аквариум. Тоже интересный. Но единственная проблемка, видите, помутнела вода. Я сразу заметил, что грунта здесь не очень много. Под стеночкой, под задней его побольше. Но под передней его совсем тут, ну, сантиметра три, наверное. Это первая проблема. И вторая проблема, что здесь стоит внутренний фильтр. Вот он, видите, вон там. Это какой фильтр? Акваэль? Акваэль. Акваэль. Ага. И поток он дает, друзья, ну, для такого объема, ну, совсем слабенький. И поэтому, ну, где-то, видно, Юля перекормила рыбку и бактериальную вспышку поймала. Ну, конечно, я порекомендовал ей воспользоваться внешничком на этом аквариуме. Потому что, ну, для 200, даже для 120-литрового аквариума я рекомендую всегда ставить внешние фильтры. Ну, а так аквариум, смотрите, какой симпатичный. Юля занимается этим всего лишь, вот, как говорит. Еще года нет. Даже года нет. Представляете, ребята, уже такие в нее. Смотрите, какие результаты классные. И коряжки, смотрите, как интересно сделано. И растений сколько, да. Там и хинодорус у вас, да, вот, в серединке. Слава Капоисе. Слава Капоисе. Да, хороший такой. Тут я немножко... Я смотрю не в кадр, ребята, а в сам аквариум, поэтому не вижу, что даже снимаю. Но помутнение воды не дает нам сфокусироваться вот у нас даже на среднем плане. Ну, я думаю, Юля воспользуется моими советами и все исправит. Людвигия, это не овалис случайно? Людвигия точно, но как? Похоже чем-то, да. Смотрите, скалярочки какие тут. Правда, их многовато, конечно, для этого объема. Ну, ладно. Ну, наше любимое игло торнежки. Все присутствует, ребят, все есть. Вот такое классное аквариум. Вот видите, как я даже не ожидал, что Юля меня позовет в гости. Она даже не знает, что я блогер, что я снимаю видео. Ну, ничего. Теперь знаем. Будем себя немножко, как бы, да, продвигать. А вот черный нож, я постановил. Так, черный нож, черный нож, где быстрее? Вот он, ребята. Вот он. Ух ты, какой красавец. Он, правда, прячется от нас. Вот он, видите? Да. Интересно, вот анцик, да, вот этот красный? Да, это отец как раз, который высиживает периодически, уже два раза высиживаю. Что интересно, ребят, свет, это вот, что у вас за светильничек? Не помните, да? Ну, такой профессиональный для аквариума. Для аквариума? Я купила, потому что растения у меня плохо росли. Они у меня плохо росли, потому что у меня сетка здесь. А что это такое вообще? Смотрите. Я для того, чтобы рыба у меня не выпрыгивала, я специально такую сетку поставила, от комаров специально сделала. Ага. Сделали на заказ. Смотрите, ребята, лайфхак. Так. Ну, поэтому, значит, тут этого света недостаточно профессионального. Ну, естественно. Вот, пришлось поставить дополнительную лампу, которая недорогая, но она используется. Это вот та, что под стенкой сейчас лежит? Да, да, она недорогая, используется. А она лежит у вас всегда вот так, ну, как бы на краю, или вы ее сейчас временем? На краю, потому что там стекло, и тут, как бы, и, в общем, она целый день светит. Да, целый день светит, как солнечное освещение дополнительно. И вот после того, как я поставила… Это фитолампа какая-то, или что это такое? Фитолампа для рассады. А, понял. Вот, обычная, 90 сантиметров. Но когда я поставила, у меня все растения вот заметно стали расти, вот просто на глазах. Обалдеть, ребят. Вот вам лайфхак еще, номер два. Смотрите, как удачно я заехал за растениями. Юля стесняется, не хочет, чтобы я ее снимал, показывал в кадре, но зато вы видите красоту, которую она создала. Молодец. Супер. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, наконец-таки я дома. На самом деле сегодня получился очень насыщенный и немножечко для меня даже эмоциональный день, потому что внезапно я познакомился с интересной акуремисткой нашей курской, это Юлия. Хочу сделать сейчас вам быстренько распаковочку, и мы посадим те растения, которые я сегодня купил, в 140-литровик, что-то уберем, что-то досадим. И на самом деле приехали еще интересные растения, о них вы, конечно же, тоже знаете, от Валерии из Белгорода. Здесь, помимо того, что она дала мне очень красивые буцефаландры, но она мне еще положила там два очень классных и интересных подарка. Один из них, кстати, даже пойдет не сюда, потому что это очень ценный для меня подарок, я давно его себе хотел. Я его не просил у Валерии, она мне просто сама от души подарила мне такое классное растение. Сейчас все узнаете. По буцефаландрам, ребят, не будем очень подробно на них останавливаться, потому что все-таки это про запуск креветочника. Чтобы вам сильно не спойлерить, чтобы было интереснее смотреть видео про креветочник. Покажу самую классную, которая пришла, я знаю, она там есть. Вы просто будете приятно удивлены, что можно у нас покупать и вот такие буцефаландры. Ну, а начнем мы с того, что я сегодня купил у нашей курской аквариумистки. Кадры в гостях, когда я у нее был, вы видели буквально несколько минут назад или мгновение назад даже. Вы только посмотрите, какой шикарный. Это наишикарнейший куст. Криптокарины нури. Вот сейчас вот так вам его покажу. Он просто, ребят, обалденский. Так, единственное, что я вижу, здесь у нас присутствует немножко что-то похожее на... Да, увы, это она. Ну, ладно, сейчас мы разберемся. Так, кидаем ее пока сюда. Я подготовил здесь уже небольшую емкость для растений. Немножечко, по-моему, на корнях присутствует у нас кладофора. Так, что же делать? Корни мы промоем, конечно же. Но куст, ребят, куст очень шикарный. Вы только посмотрите его размер, его корневую. И я хочу отметить, что Юлия очень увлеченная курьмистка. Я пригласил, она просто не знала обо мне. Не смотрела наш канал, не подписана на нашу группу и пригласила наше сообщество. Я чувствую, что ей не хватает вот этого общения между курьмистами. Она достигла вот тех результатов, которые вы видели на экранах. Да, это не вау какие-то результаты. Но человек занимается этим около года, чтобы вы понимали. Вот много ли среди начинающих курьмистов, которые меньше, чем за год, достигают вот таких результатов, друзья? Первое растение я вам показал. Второе растение, дорогие друзья, у меня возникли вопросики по нему. Потому что продавалось оно как волеснерия спиральная. Однако же я вижу... Вот елки она с кладофорой. Волеснерия спиральная. Но у нее в аквариуме она дорастала вот до такого состояния. Не больше. То есть, говорит, что больше она у нее не растет. Я подозреваю, что это что-то еще. Не волеснерия спиральная. У меня такого растения раньше не было. Кто его узнал, давайте я поближе вам покажу. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Перейдем к растениям, которые приехали от Валерии. Вот это, по-моему, криптокорина люцинс. Это один из подарочков, которые Валерия положила. Буцифлангрис сейчас пока подробно разглядывать не будем. Остановимся только на одном кустике, который... Вот, кстати говоря, ребят. Да, сейчас все покажу. Вот, смотрите, пример. Пример того, какая буцифлангрис ко мне приехала. Я прям не знаю, как Валерию за это благодарить. Приехала она... Вот так, ребят, вот так надо продавать буцифлангрис, вот в таком виде, понимаете. Не три корешка, корешок и три листика, а вот так. Я считаю, когда вот за такой куст мне не жалко отдать 400, там, 500, 700 рублей. Вот, вот такой размер должен быть, ребята. Я не говорю, что у Валерии она продает прямо все вот в таком виде. Может быть, это она мне так положила. Но, тем не менее, ребята, вот хотелось бы, чтобы вот растения продавались именно так. Вот эту буцифлангрис будет видно в аквариуме, когда ее посадишь. А не когда ткнул там три листика от росточка, он у тебя еще будет там три года разрастаться. До этого размера еще, я думаю, даже и больше. А вот это, ребят, это у нас растение, которое пойдет не в этот аквариум. Это растение пойдет у меня в затерянный лес. Если вы уже видите, что это, напишите в комментариях. Но я думаю, уже многие определили, что это, друзья мои, криптокаврина фламинго. Давно я о ней мечтал. Она когда-то стоила каких-то вообще невменяемых, огромных денег. Цвет у нее такой. Мне Валерия сразу сказала, что она немножко у нее бледноватая за счет того, что сидела немножко в тени. Но вот это растение я посажу себе в затерянный лес. И прямо мы ее посадим в середине, на самой видовой точке. Огромное, Валерия, тебе спасибо. Я не знаю, как тебя за это благодарить. Но это прямо одна из жемчужин. Одна из жемчужин, которая будет жить в моих аквариумах. Ну и много-много еще разных буцефаландр здесь, ребят. Не будем мы сейчас на них подробно-подробно останавливаться. Каждая из кустиков буцефаландры. Чтоб вы понимали размеры. То есть не три листа, не четыре, и даже не пять. Это очень-очень шикарные растения, которые будут... Теперь креветочник, я за него вообще не волнуюсь. Его можно даже без мхов начинать запускать. Рыбка, кстати, сейчас плавает, вот как вы видите, привыкает к воде аквариума. Я сейчас быстренько посоветую с ребятами, что мне там делать с кладофорой. Потому что, ну, жалко, и крипта хорошая, и вот эта волеснария мне тоже нравится. Она интересная, она бы здесь неплохо бы украсила этот аквариум. Что с ними делать? Ну, будем думать. Так, дорогие друзья. Быстренько погуглил, посмотрел. То есть раньше у меня кладофора как бы появлялась в аквариуме. Бороться с ней довольно-таки тяжело. Ну и выкидывать эти растения тоже очень не хочется. Значит, метод есть вроде как. Я максимально, возможно, подрезал, во-первых, корни. То есть то, где она была, кладофора. В основном она была вот здесь, в сплетениях листьев. Вот здесь, в мунтовках самих. И в корнях чуть-чуть вот здесь тоже она была. Я ее максимально руками выбрал, обрезал лишние корни. И подготовил раствор лимонной кислоты. На литр 200 мл 14 грамм лимонки. Размешал. И на 15 минут, как в том видео говорят, помещаем мы туда мягколистные растения. Ничего вроде как с ними быть не должно. Тоже касается и вот этой валиснерии. Или не знаю, как она правильно называется. В общем, все сейчас помещаем на 15 минут в этот раствор. И пока она у нас будет здесь болтахаться, займемся переводом рыбы. И посадкой криптокарины фламинго в другой аквариум. Отпускаем растения. Раствор уже готов, как я сказал. Надеюсь, этот способ нам поможет. Вот она тут и на листиках попадается. Блин. Жалко мне. Просто, ребят, очень жалко. Очень красивая крипта. Очень шикарный куст. Выбрасывать жалко. Да, могу заразить свой аквариум водорослью. Будем бороться с водорослями тогда дальше, что поделаешь. Можете прокомментировать, правильно я поступил или нет. Но куст действительно шикарный. Так. Алиса, поставь таймер на 15 минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Клодофора Это обычное дело Она часто встречается И у меня она есть Она вот в этом кубике Кстати, ребят Обратите внимание Кубик я уборку Еще сегодня с утра в нем сделал То есть он теперь у меня в порядке Ну и стоечка В общем-то Скоро еще преобразится Так как на следующей неделе Уже точно я буду запускать Креветочник Всем пока До новых встреч Во вторник В этот вторник стрим